Одна из лучших детских поликлиник региона во вторник принимала высокого гостя. С визитом в Ивановской области полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. В маршрутном листе полпреда учреждение соцсферы и экономики. Детская поликлиника номер 7 недавно открылась после ремонта. Обслуживает более 13 тысяч детей. Учреждение по современным меркам можно считать образцовым. Есть все необходимое оборудование, полная укомплектованность с кадрами. Скоро появится единственная на весь город голокамера для детей. Это по-другому называется соляная пещера. Это для детей, которые часто болеют заболеванием органов дыхания. В частности, она очень хорошо помогает при бронхиальной астме, заболевании легких. То есть она будет очень востребована. Гордится руководству поликлиники своей регистратурой, в которой нет очередей. Информационно-справочная служба выделена в отдельный блок. Поэтому регистратор общается только с посетителем. На телефоне другие сотрудники. Всегда оздороваемся, спрашиваем, куда вы хотите пойти, записаны или не записаны, к специалисту, какие у вас проблемы, какие вопросы. Приезд полпреда совпал с днем здорового ребенка. Малышней в коридорах больше обычного. Итогом инспекции стала встреча с персоналом поликлиники. Медики смогли задать свои вопросы и Александру Беглову, и Павлу Конькову. Актуальная не только для Иванова, но и для всей страны проблема, как сделать работу врачей безопасной. Врачи, которые выходят на дом, встречаются очень часто, останавливаются перед закрытой дверью. Их или не дожидаются, или им просто не открывают. Врачи, естественно, волнуются, почему так происходит. Их ждут другие пациенты, или пациент не может открыть, он находится в критической ситуации. И еще проблема, конечно, оскорблений, унижений со стороны пациентов и членов их семьи. Психолог Людмила Себякова рассказала, что несмотря на то, что она работает в детской поликлинике, помогать приходится и взрослым. И речь не только о родителях. Зачастую к ней обращаются коллеги, которые встречаются с агрессией пациентов в свой адрес. Губернатор пообещал уделить этому вопросу особое внимание. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.